За ходом строительства пристально наблюдали депутаты городской думы. На 20 декабря был назначен выездной комитет, на который пригласили представители администрации. Однако в тот день никто из муниципалитета навстречу приехать не смог, поэтому официально комитет отменили. Но инициативная группа депутатов все-таки решила проверить, как продвигаются работы и готова ли площадка к сдаче. Но на сегодняшний день работы выполнены по уверениям подрядчика на 98%. Ну, визуально мы можем сказать, что это действительно так. Остались некоторые недоделки по травмобезопасному покрытию, по установке некоторых лавочек в разных игровых зонах. А в целом объект практически готов к сдаче. Несмотря на то, что на площадке шли работы, в это время там гуляли дети. Никаких сигнальных лент или строительных заборов нет. Представители подрядчика уверили, что все ленты, которые они вешают, дети быстро срывают. Но, насколько я понимаю, что все сооружения уже закреплены. И, насколько я понимаю, большой опасности не представляют. Хотя, вообще-то говоря, все-таки все эти требования необходимо выполнять. И, в общем-то, я бы тоже рекомендовал подрядчику повнимательнее к этому отнестись. Больше всего вопросов вызывает покрытие площадки. Сегодня идут разговоры о том, что, скорее всего, весной его придется укладывать заново. Это означает, что полноценно пользоваться новой площадкой саровчане смогут еще не скоро. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.